Майский номер журнала «Новый мир» за 1926 год обещал стать скандально популярным. Причина была в напечатанной здесь «Повести непогашенной луны» известного писателя Бориса Пильника. Повесть эта, которая, по словам самого же автора, не имела никакого отношения к реальным событиям, рассказывала о том, как героя гражданской войны командарма Гаврилова, страдавшего язвенной болезнью, по приказу главы государства заставили лечь на операцию, в ходе которой он скончался. Вывод из написанного Пильником был очевиден – командарма убили. Однако в мае 1926-го «Новый мир» так и не добрался до читателя. По приказу с самого верха тираж был арестован и уничтожен. Чего же так испугалось сталинское окружение? А дело было в том, что Пильняк решился пересказать читателю историю в высших партийных кругах отлично известную. Герой гражданской войны, победитель Колчака и Махно, командарм Михаил Фрунзе действительно умер во время операции, на которую его отправили особым решением Политбюро. Фрунзе к этому моменту едва перевалило за 40. Его сыну Тимуру было два, а дочери Татьяне – немногим больше. Михаил Фрунзе – редкий случай для профессионального революционера тех лет. Он не менял ни имя, ни даже фамилию. Фрунзе по-молдавски значит «лист». Этой мирной фамилией Михаил Васильевич был обязан отцу – молдаванину по национальности и фельдшеру по профессии. И самое забавное, что будущий военный министр страны Советов поначалу действительно был человеком абсолютно мирным. А уж представить себя в роли военного мог только в страшном сне. Сохранилось письмо Михаила брату, в котором он пишет «В военные училища поступать не советую, испортишь всю жизнь. У меня прямо сжалось сердце, когда я в бытность в Москве увидел наших земляков. Боже, что из них делает военщина? Ничего не знают, ничего не слышат». Сам Михаил, с блеском окончив гимназию, в аттестате были одни пятерки, поступил на экономическое отделение Петербургского политехнического института. Это было в 904-м. А год спустя разразилась первая русская революция. Конечно, главное, мне кажется, для изменения его психологии, это были события 9 января 1905 года, когда была расстреляна рабочая демонстрация, известная расстрел 9 января. Это на него произвело исключительные впечатления. Кровавое воскресенье мгновенно переместило студента Фрунзе из лагеря умеренных либералов, которые мечтали об экономическом реформировании страны, в стан радикальных революционеров-большевиков. В письме матери Михаил чуть позднее напишет. «Мама, у тебя еще трое детей. Они обеспечат тебе жизнь. Я же ухожу в революцию. Рубикон пройден. Моря крови, пролитые на улицах Петербурга, должны быть отомщены». Он вошел, так сказать, во все легенды старых большевиков как один из наиболее известных боевиков. То он нападал на какого-то полицейского, то он участвовал в вооруженном восстании, 905-го, там, 906-го года. Впрочем, для Михаила Фрунзе этот революционный героизм закончился плохо. Его арестовали. Причем в процессе задержания молодой революционер стрелял в урядника. Стрелял, но не попал. «Мазила какой-то этот ваш Фрунзе». «И ничего он не мазила. Говорят, это он нарочно». «Это как же». «А так. Говорят, не мог он в живого человека стрелять, и все тут». «Вот, ведь трепетный какой оказался». «Он с молоду прекрасно стрелял и бил, что называется, утку в лед. А вот выстрелить в человека он мог, но никогда не попадал. Не получалось у него. То ему, значит, при нападении на полицейского в пистолете вдруг застрял патрон. То, когда его пришли арестовывать, то он не мог отстреливаться, потому что в доме оказались дети. Вот это была удивительная особенность этого человека. Он был, он не мог поднять руку на другого. Тем не менее военный суд Московского военного округа 27 января 909 года приговорил Фрунзе к смертной казни. Впрочем, благодаря усилиям адвоката казнь через некоторое время удалось заменить на более мягкое наказание. Однако 23 сентября 2010 года Михаила Васильевича Фрунзе вновь приговаривают к повешению. Пройдет немного времени, и этот приговор будет заменен шестью годами каторжных работ. Задумайтесь, полтора года в тюремной камере на границе между жизнью и смертью. Мало кто без потерь для здоровья вынесет такое. А ведь еще в 906 году родной брат Михаила Васильевича, врач по профессии, диагностировала у Фрунзе болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Камера смертника в тюрьме и последовавшая за ней каторга вряд ли улучшили здоровье будущего командарма. Фурманов описывал, как однажды они с Чапаевым повздорив пришли к Фрунзе, а тот лежал в полутьме, потому что он просто не имел даже сил встать. И лежа он должен был мирить этих двух людей. Кто-то удивится, как тот самый Фурманов и тот самый Чапаев. Да, но ничего удивительного в этом как раз нет. Ведь дивизия, которой командовал Василий Иванович, состояла в непосредственном подчинении у Фрунзе. Более того, в отражении знаменитой атаки капелевцев, которую прославил фильм Чапаев, на самом деле участвовал и Михаил Васильевич. Капель перешел в контрнаступление. И в эту минуту Чапаев и Фрунзе с винтовками в руках бросились впереди цепей. Спасли положение. Фрунзе был контужен бомбой с аэроплана, а Чапаев ранен в голову. Но операция проявилась блестяще, была взята УФА. Как же получилось так, что человек, который бил утку в лед, но не мог стрелять в людей, человек, который считал, что делать военную карьеру значит загубить свою жизнь, взлетел столь высоко именно как военачальник. А все дело было в том, что Фрунзе за его недолгое обучение в Питерском политехе вбили в голову главное для любого студента правило. Не знаешь или не понимаешь что-то, найди того, кто знает и, главное, сумеет научить. Руководя боевыми действиями, он одновременно учился. И учился у старых генералов. Кого-то он просто выцарапывал из рук чекистов, не давая их расстрелять, и немедленно забирал к себе. Он смело назначал на высшие командные должности профессиональных военных, обращая внимание на их квалификацию в большей степени, чем на их преданность коммунистическим идеалам. А потому неудивительно, что на фоне большинства других красных военачальников, которые набирались опыта на собственных ошибках, действия Фрунзе, основанные на знаниях бывших царских генералов, выглядели блистательно. Фурманов пишет о нем. Это удивительный человек. Взгляд неизменно умен. Все слова просты, точны и ясны. Речи коротки, нужны и содержательны. Мысли понятны, глубоки и продуманы. Решения смелы и сильны. Доказательства убедительные и твердые. Вот какой он дает характеристику. И все это, несмотря на то, что к 20-му году, в 30 с небольшим лет, Фрунзе уже был очень больным человеком. В 1916 году ему была сделана операция. Вырезали аппендицит. Но, судя по всему, прошла она крайне неудачно. Воспалительный процесс возле послеоперационного шва так и не прекратился. К этому периодически добавлялись приступы язвенной болезни и желудочные кровотечения. Но в гражданскую о каком лечении могла идти речь? Тем более, что в августе 20-го Фрунзе как раз был более или менее здоров и особо счастлив еще и потому, что у него наконец-то родился ребенок. Он и его любимая жена Софья Алексеевна были вместе уже пять лет. Семья Софьи приютила Фрунзе, когда тот бежал из ссылки. Но только теперь на свет появилась чудная девочка. Я родилась, страшно сказать, в 20-м году в Ташкенте. Отец хотел меня назвать Чинарой. Но как-то мама устроила так, что все-таки назвали официально Татьяной. Гражданская была в разгаре. Фрунзе бился на Восточном фронте с Колчаком, командовал Туркестанским фронтом, потом воевал с Франгелем за Крым. Многие историки обвиняют Михаила Фрунзе в том, что он сначала дал слово врангелевским офицерам, мол, если они добровольно сдадутся, то никто не причинит им вреда, а потом бросил их в расстрельные камеры. Но это не так. По личному распоряжению Ленина, сразу после того, как врангель был разбит, Фрунзе из Крыма отозвали и отправили на Украину ловить махно. В Крыму же появились венгерский коммунист Белла Кун и старая большевичка Розалия Соломоновна Землячка. Вот их руки действительно по локоть в крови белых офицеров. Говоря о вот этом обещании Фрунзе, очень сложно определить все-таки долю его собственной ответственности. Надо учитывать здесь несколько факторов. Первый фактор – это конец Гражданской войны. Конец Гражданской войны тогда, когда вся европейская территория России и Сибирь уже испытали в себе ужасы белого террора. Это знаменитые баржи смертников на Волге, это знаменитые верстовые столбы атамана Семенова, когда красноармейцев раздевали до гала, обливали холодной водой. Такие ледяные статуи стояли на месте его наступления на Хабаровск. Второй фактор – красные отвечали белым не меньшей жестокостью. Все сегодня знают о тех кошмарах, которые творились в Харькове, Одессе, в том же Крыму. Фотографии сотен, замученных со средневековой жестокостью белых офицеров, их жен и просто тех, кто подвернулся под руку озверевшим от собственной безнаказанности палачам, до сих пор хранятся на стеллажах бесстрастных архивов. И Фрунзе в данном случае оказался заложником. С одной стороны, он как истинный офицер, как истинный рыцарь, наверное, в душе, которому он был, он дал это обещание, но он не в состоянии был его выполнить. С одной стороны, ему не позволяло это политическое руководство фронта, с другой стороны, не позволяло ему его же собственная армия. Она это просто не понимала и не воспринимала. И вот Фрунзе очень сильно переживал по этому поводу, и, как утверждают некоторые очевидцы, говорил, что эта вина еще долго будет лежать на мне. От терзания совести Михаил Васильевич отдыхал только дома. Здесь его ждали жена и крошка дочь, которую Фрунзе любил всей душой. Интересно, думал ли он, сидя у кроватки засыпающей Татьяны, чинарочки, как он по-прежнему любил называть дочь, о том, как бы сложилась его судьба, если бы не революция? Что было бы с ним, если бы не гражданская война, если бы не предложение Троцкого назначить именно его, Михаила Фрунзе, командующим армией? Кем бы стал талантливый выпускник экономического отделения Политехнического института? Вне всякого сомнения, жизнь его была бы вполне обеспеченной и спокойной. Думал ли он об этом? Может, и думал, но вряд ли сожалел о потерянном. Революция стала его единственным выбором, и ради нее он был готов на все. Михаил Васильевич всегда был сторонником экспорта революции за рубеж, то есть мировой революции. Поэтому он всегда поддерживал наступательную стратегию Красной Армии. Он считал, что Красная Армия должна перейти границы Советской России, вторгнуться в зарубежные страны и тем самым помочь пролетариату одержать победу. Он искал врагов за пределами страны. Поэтому первой у него идеей была освободить, так сказать, родную Бессарабию. И поэтому он вместе с Котовским даже уже строил планы, как устроить вторжение. Но Ленин их вовремя остановил. Сторонник Троцкого, скажет кто-то, и ошибется. Ведь в ту пору Троцкий думал совсем иначе. Полагая, что наступательная стратегия до нельзя измотанной в гражданской войне Красной Армии не принесет ничего, кроме колоссальных потерь. Он был сторонником того, чтобы Красная Армия начинала после гражданской войны готовиться к обороне. Это главное, он считал, что армия должна защищать территорию советской страны, но не наступать за пределы территории советской страны. Вот это удивительно, но тем не менее даже в официальных исследованиях все переначали. Слова Фрунзе отдали Троцкому, а слова Троцкого отдали Фрунзе. И тем не менее именно Троцкий был изгнан из страны, а Фрунзе сменил его на посту главного военачальника Красной Армии флота. Он очень не хотел переезжать в Москву. Вот сохранилось письмо очень любопытное товарищу. Он говорит, вот здесь слухи идут, что меня собираются перевезти в Москву. Я бы не хотел это. Я привык жить в гуще жизни вместе с рабочими и крестьянами. А там бюрократия, кабинеты, ну не хочу. Поговаривали, что Сталин с самого начала Михаил Васильевича недолюбливал. И на то были некоторые основания. Бывший помощник Сталина Борис Бажанов писал. Фрунзе, возглавив военное ведомство, отменил институт комиссаров, ввел единоначалие, и политработники утратили прежнее влияние. Он поставил на ключевые должности кадры, подобранные по принципу их военной квалификации, но не по принципу их коммунистической преданности. Существует воспоминание Бажанова, помощника Сталина, который так описывает свой разговор с Мехлисом. Я спросил Мехлиса, а что думает Сталин об этих назначениях? Ничего хорошего, отвечает Мехлис. Эти все Тухачевские, Убаревичи, Борки, какие они коммунисты? Они годятся для вооруженного переворота, а не для Красной Армии. Далее Бажанов еще более категоричен. Фрунзе ожидал своего часа. Вот поэтому его Сталин убрал сразу, а остальных из этой группы военных, Тухачевского и прочих, расстрелял в свое время. Политбюро чуть ли не силой заставило Фрунзе сделать операцию, чтобы избавить его от язвы. В трагическом для него 25-м году Михаилу Фрунзе 40 лет, и он уже отец двоих детей. 5 апреля 1923 года в семье Михаила Васильевича Фрунзе родился сын. Назвали его Тимуром. И, кстати, есть такая версия, что Аркадий Гайдар тоже назвал своего сына Тимуром под влиянием Фрунзе. И, собственно говоря, что и название книги Тимура и его команда тоже произошло под влиянием того облика сына, народного комиссара по военным и морским делам Советского Союза, Михаила Васильевича Фрунзе. Родителей рождения сына обрадовало несказанно. По воспоминаниям близких, тех, кто в ту пору хорошо знал семью Фрунзе, Михаил Васильевич все свое свободное время посвящал возне с детьми. По воспоминаниям сослуживца Михаила Васильевича Фрунзе, который с ним и в Гражданскую войну был, и в ссылке был Иосиф Карлович Гамбург, вот по его воспоминаниям Михаил Васильевич очень любил своих детей. Обожал играть и с Татьяной, и с родившимся на три года позже ее братом Тимуром, любил укладывать их спать. Такая отцовская забота была важна еще и потому, что мать малыша, Софья Алексеевна, тоже начала очень тяжело болеть. Активизировался застарелый туберкулез. Брат родился в 23-м году, и после этого у нее сильно покачнулось здоровье. Она очень много болеть стала. И за маленьким Тимой ей уже очень трудно было ухаживать. Когда же Михаил Васильевич после очередного обострения язвы был отправлен в больницу, забота о детях целиком и полностью легла на бабушек. Софья Алексеевна лечилась в Крыму. Сам Михаил Фрунзе лежал в кремлевской больнице. Сохранились письма, которые они писали друг другу. Письма, в которых Фрунзе, вопреки сложившемуся мнению о том, что его буквально заставили делать операцию, пишет «Я все еще в больнице. В субботу будет новый консилиум. Боюсь, как бы не отказали в операции». И далее, с явным удовлетворением, на консилиуме было решено операцию делать. Фактически можно сказать, что он носил в своем животе такую мину замедленного действия. Потому что прободение, скажем, такой хронической язвы означало перитонит и летальный исход. Так что хирурги и терапевты на этих консилиумах были абсолютно правы, сказав, что его надо оперировать. Хирургического отделения в кремлевской больнице не было. Тех, кто нуждался в помощи хирурга, отправляли в Боткинскую. Для проведения операции у Фрунзе было назначено трое хирургов. Каждый из них являлся медицинским светилом, чья компетентность была вне всяческих сомнений. Конечно, можно предположить, что на всех троих надавили. Но и это допущение выглядит несерьезным. Слишком большими величинами в медицинском мире они были. Да и стоит напомнить, на дворе не 37-й, а только 25-й. Хирург Розанов, известный московский хирург, работавший в Боткинской больнице, и в свое время лечащий врач Ленина в 18-м году и в последующие годы, а в 20-м году удаливший Сталину аппендикс. Ассистировали ему Иван Иванович Греков, который был одним из самых известных ленинградских хирургов, и крупнейший московский хирург по фамилии Мартынов. За принципиальность и взвешенность решений, которые он принимал, коллеги называли доктора Мартынова хирургической совестью. И это определение он полностью оправдывал. Сочетание этих троих людей, оно как бы заранее должно было обеспечить успех операции. Однако получилось все иначе. Фактически хирурги эту операцию произвести не успели. Дело в том, что организм Михаила Фрунзе оказался крайне невосприимчив к наркозу. Доктор Очкин, который выполнял во время операции функции анестезиолога, начал с щадящего наркоза эфиром. Но минуты, а потом десятки минут шли, а Фрунзе не засыпал. И тогда Очкин перешел на наркоз с хлороформом. Он передозировал эфир в 4 раза, хлороформ в 1,5 раза. Наркоз с хлороформом всегда считался чрезвычайно опасным. К 1925 году ведущие хирурги на Западе практически полностью отказались от его применения. Исключения делались лишь для каких-то особых ситуаций. Но даже в этом случае опытные анестезиологи никогда не совмещали наркоз эфиром с наркозом хлороформом. Практика показала, что подобное сочетание слишком часто становилось для пациента фатальным. Доктор Очкин же не только применил оба этих несовместимых препарата, но и сильно передозировал и эфир, и хлороформ. В итоге передозировки и того, и другого препарата у Фрунзе наступила острая сердечно-сосудистая недостаточность на операционном столе. Герой гражданской войны, легендарный командарм, 40-летний Михаил Фрунзе, скончался, не приходя в сознание, прямо на операционном столе. Ведущие хирурги Москвы и Ленинграда ничем не смогли ему помочь. И эта, воистину, трагическая смерть породила гигантскую волну сплетен и слухов, наиболее талантливым отражением которых и стала повесть непогашенной луны Бориса Пильника. Фрунзе был действительно национальным героем, такой же, как Врашилов, Чапаев. Его искренне любили, и вот такая странная смерть не могла не вызвать слухов и сплетен. Че тут рассуждать? Зарезали мужика и все тут. Да как зарезали? Если толком резать, то даже начать не успели. Ну, отравили. Какая разница? Был приказ отправить на тот свет. Как смогли, так и управились. За чей приказ-то? А кто у нас такие приказы раздавать мог? Только Сталин, милая моя. Только Сталин. У того же Бориса Бажанова читаем. Во время операции хитроумно была применена как раз та анестезия, которую Фрунзе не мог вынести. Он умер на операционном столе, а его жена, убежденная в том, что его зарезали, покончила с собой. Мне было пять лет, когда отец умер. А мама почти сразу через год умерла. Был назначен официально опекунский совет над нами. Возглавил его Климат Ефремович Ворошилов. Есть специальное постановление ЦК ВКПБ о разрешении Ворошилову усыновить и удочерить детей своего друга. Кстати говоря, я долго разыскивал в архивах этот документ. И, к сожалению, вот странная вещь. Упоминание о таком документе есть, а самой бумаги нет. Потом мне в архивах намекнули, что, может быть, этот документ относится еще к нерассекреченным документам, потому что там упоминается, собственно, причина болезни и смерти Фрунзе. Не знаю, но факт остается фактом. Есть еще один факт, который не позволяет безоглядно отмахнуться от мысли о том, что Михаил Фрунзе умер не в результате врачебной ошибки анестезиолога Очкина, а все-таки по злому умыслу. И факт этот имеет прямое отношение к биографии все того же доктора Очкина. Как думаете, что стало с ним? Какой была его судьба в 37-м или позже, когда началось печально знаменитое дело врачей? Сел ли доктор Очкин тогда на скамью подсудимых вместе с другими врачами-вредителями, которые, по уверениям следователей, лечили своих высокопоставленных пациентов не так, как надо? Нет, Очкина среди них не было. Он проделал совершенно замечательную карьеру, в некотором роде уникальную даже для тех лет. Его назначили сначала доктором медицинских наук, потом профессором. Еще в 20-е годы он возглавил одно из хирургических отделений Кремлевской больницы. Его ценили настолько высоко, что, например, на процесс по делу других докторов он получил персональное приглашение от НКВД. Это было равносильно, ну не знаю чему, не то похвальной грамоте, не то очередному ордену. Он был абсолютно свой человек. Что доказывает этот факт, что подпись доктора Очкина, к тому моменту уже профессора Очкина, стоит под заключением врачей, которые то ли побоялись, то ли осознанно не стали делать операцию, умирающей от тромбоза кишечника Надежде Константин Некрупской. Действительно, абсолютно свой человек. Правы были те, кто утверждал, что Михаила Фрунзе убили по заданию Сталина или нет. Об этом со стопроцентной достоверностью мы, наверное, не узнаем никогда. Одно можно сказать точно. Супруга Михаила Фрунзе, Софья Алексеевна, была убеждена в том, что ее муж стал жертвой политических интриг. И с этой тяжестью на сердце она жить не смогла. Тем более, что тяжелая форма туберкулеза тоже не прибавляла несчастной женщине оптимизма. В итоге Татьяна и Тимур Фрунзе остались полными сиротами. Их опекуны Климент и Екатерина Ворошиловы жили этажом выше семьи Фрунзе. Пока бабушки были в состоянии обихаживать и воспитывать Татьяну и Тимура, они появлялись в доме лишь в качестве гостей. Климент Ефремович и Екатерина Давыдовна, они часто к нам спускались или как-то заходили. Мы к ним ходили. Первое такое четкое воспоминание – это что Климент Ефремович подарил нам щенка. Довольно быстро этот щенок исчез, потому что бабушке было с ним довольно трудно. Я думаю, что его с благодарностью вернули дарителям. А потом Ворошиловы перебрались с улицы Грановского в Кремль. И Екатерина Давыдовна предложила Татьяне и Тимуру поехать вместе с ними, да и вообще жить дальше одной семьей. Дети согласились и никогда не жалели об этом. Дело в том, что Екатерина Ворошилова была бездетна. К сожалению, вследствие определенных болезней она не могла иметь детей. она была вместе с тем, да, это очень часто бывает с женщинами, которые не могли иметь своих детей, она избыточно была материнской любовью. Но если материнская любовь у некоторых рождается в том, что ребенку разрешается все, да, он купается как сыр в масле, в итоге вырастает неизвестно чем, то Екатерина Ворошилова четко знала, как воспитывать детей. Она вела с ними на равных. Я не могу сказать, что знаете, что можно заменить по-настоящему мать отца, но во всяком случае мы никогда не ощущали себя какими-то заброшенными, чужими, ничего подобного никогда не было. Сестра и брат очень любили друг друга. Возможно, потому что, несмотря на заботу бабушек и четы Ворошиловых, всегда чувствовали – они одни на белом свете, и нет у них никого ближе и роднее. Конечно, мы были очень дружны, все-таки мы всегда чувствовали, что вот мы двое. Особенно это забавно было у Тима, потому что он хотел быть старшим. Я ощущал себя в какой-то степени опекающим меня. И это так, в общем, и осталось до последних лет. Мальчик был очень интересный. Он, с одной стороны, был такой, ну, забияка, что ли, озорной. Не забияка нет, он драться не любил, но озорной, как бывает, ребята. Много выдумок всяких, какие-то шалости были у него. А с другой стороны, очень интеллигентный, умный, образованный мальчик. Читал много, интересовался живописью. Тимур Фрунзе и Степан Микоян не только были соседями, но и учились в одном классе. В начале сороковых, когда оба решили стать летчиками и поступили в Каченское военное авиационное училище, юноши уже были настоящими друзьями. Мы приехали в Каченскую школу в августе, 18 августа. И жили год, спали рядом на койках, в одной летной группе. Мы с ним также жили в одной палатке, когда были в летной школе, в лагерях тоже. Там мы с апреля месяца, еще прохладно было ночью в Крыму. Я помню, в палатке, чтобы утром одеться, зажигали газету. А галька была, пол был в палатке из гальки, камня. И зажигали газету. И буквально на минуту, на две становилось тепло. Вот за это время быстро одевались, побегали на зарядку. Летчиком Тимур Фрунзе был увлеченным и отчаянным. Про таких говорят лихой. Но, по мнению опытных пилотов, именно эта лихость для летчика – вещь самая опасная. Один летчик-инструктор Качи сказал как-то про него. Долго не пролетает. Мне это пора… Она резанула меня, эта фраза. Но именно он это имел в виду. Что слишком лихой. Вот видно и накаркал этот горе-инструктор. Это почему накаркал? А кто его за язык тянул? Видите ли, не пролетает долго. Вот парень и погиб, не успев еще долго понять, что такое война. Да при чем тут это, накаркал, не накаркал. Опыта у него еще никакого не было. Вот в чем истинная причина. Ведь мы попадали на фронт мальчишками, сопляками. Так грубо говоря. У нас налет был… Вот у меня был 80 часов, я попал в полк. Немцы меньше чем 250 часов на фронт не пускали. Даже в последний год войны, когда у них потери были большие, летчики нужны были, они все равно учебу не сокращали. Летчика готовили как следует. А ведь поначалу Тимура Фрунзе на фронт отправлять не хотели. Но он так приставал к Ворошилову, что буквально вынудил его вмешаться. Много позднее Климент Ефремович вспоминал. Проходя однажды со мной по двору Кремля, он снова стал упрашивать меня поскорее послать его на выполнение боевых заданий. И чуть не плача остановился, взял меня под руку и возбужденно, дрожащим голосом сказал. Вы, Климент Ефремович, очевидно, мне политически не доверяете. Но вы же хорошо знали моего отца, а я во всем хочу походить на него. Я буду бить врагов умело, беспощадно, собственной жизни я жалеть не стану. В разгаре битва за Москву, а я отсиживаюсь в штабе. Ворошилов пообещал поспособствовать тому, чтобы Тимура поскорее отправили на фронт и до конца своих дней не мог простить себе этого. Климент Ефремович всегда возвращался к этому разговору. Я говорю, ну как? Я, говорит, мог. Я всегда объясняла, что вы сами понимаете, что... Мы его навызвали все-таки, все-таки мы взрослые уже были. Что сами понимаете, что Тимку нельзя было бы оставить. Чем бы это кончилось, тогда не знаю. Понимаю, говорит, понимаю, потому и поддался, и все равно вот не могу. Все, Буро. Тимур Фрунзе практически повторил судьбу Владимира Микояна. Он погиб в самом начале войны во время девятого своего боевого вылета в возрасте 18 лет. Бой был неравным. Два советских самолета, за штурвалами которых были опытный летчик по фамилии Шутов и юный начинающий пилот Тимур Фрунзе были атакованы сразу несколькими самолетами противника. Наверное, оба наших летчика понимали, что участь их предрешена, но сражались до конца. Шутова сбили. Он, правда, выпрыгнул с парашютом. И потом немцы прижали к земле и атаковали Тимура. Вот очевидец такой был, майор тогда был простосердов, потом он стал генералом. Он лично видел и мне рассказывал. Он видел, как шел як, вяло покачиваясь. Но из чего я сделал вывод, что, наверное, он уже был ранен. Потому что Тимур с таким его характером, он бы, конечно, так не шел вяло, он бы пытался драться. А сзади шла пара Мессершмиттов. И потом еще дали очередь, и он наткнулся в землю так полого. Подоспевшие к горящему самолету советские солдаты извлекли тело летчика. Документы, которые были при нем, не оставили сомнений. В этом бою погиб единственный сын героя гражданской войны, легендарного Михаила Фрунзе. Зам.наркома НКВД Меркулов сообщил в шифровке Ворошилову о том, что лейтенант Фрунзе был убит прямым попаданием снаряда в голову. А в дополнение к этому командующий Северо-Западным фронтом генерал-лейтенант Курочкин сообщил о том, что Фрунзе был похоронен на городском кладбище города Крестцы. Удивительно, что все эти сообщения были засекречены и рассекречены совсем недавно, несколько лет назад. Тимуру Фрунзе было присвоено звание Героя Советского Союза. Причем тот, кто составлял приказ, пропустил в нем слово «посмертно». Это многим показалось символичным. У тех, кто хорошо знал Тимура Фрунзе, вообще есть ощущение, что вся жизнь этого молодого человека была символом. Символом эпохи, символом поколения. Очень интересен фрагмент письма, которое Тимур Фрунзе написал Клименту Ефремовичу Ворошилову. «Выбор моей профессии предопределен историей. В современной войне самым грозным оружием будет авиация. Я хотел бы владеть им. Вы не раз повторяли мне слова отца. Мой сын будет настоящим большевиком. На нем должна быть двойная ответственность. Фамильная кадрового революционера и преемственность молодого поколения. Это справедливо. И я буду выполнять это всегда». Он был приемным сыном одного великого полководца гражданской войны Ворошилова, легенды советской, и сыном другого. Почему я начал с Ворошилова? Потому что отца, к сожалению, Фрунзе и Тимур не знал. Вот эти две вещи, они, конечно, обусловили. То есть ему нужно было соответствовать фамилии, соответствовать тому статусу, который накладывал на него вот эти два человека – Фрунзе и Ворошилов. Сестра Тимура Татьяна была в это время в эвакуации. Работала на тракторном заводе. О смерти самого близкого для нее человека брата узнала странно. Сначала пришло извещение о денежном переводе. Татьяна отправилась на почту. Ну, и там мне выдали по этому извещению перевод, в котором, ну, знаете, там слова для, ну, на справжении, там было написано, что переводы, принадлежащие вашему брату, деньги столько-то. И, кажется, были слова, подробности письма. Ну, через несколько дней позвонил Климат Ефремович. Он уже знал то, тоже только через несколько дней. Я поняла сразу. Спросила только, как. Вспоминать об этом Татьяне Фрунзе больно до сих пор. Брат значил для нее слишком много. Когда через два года после гибели Тимура Татьяна Михайловна вышла замуж и родила первенца сына, в том, как именно она назовет его, не сомневался никто. В выборе имени для сына вопрос не стоял. Сына назвали Тимур. И даже не сказав ничего маме, отец пошел и зарегистрировал его на фамилию Фрунзе. То есть, при том, что папа был у нас Павлов, сына своего он назвал Тимуром и дал ему фамилию Фрунзе. Вообще, Михаил Васильевич был его кумиром. Он же был военный. Поэтому вот такая вот интересная деталь, характеризующая отца. Очень хороший человек, военный генерал-полковник. Работал в ГРУ периодами за границей в Англии шесть лет третьим секретарем. А на самом деле он был от ГРУ. Сама же Татьяна Михайловна Фрунзе сделала блестящую научную карьеру. Еще перед войной она поступила сначала на химфак МГУ, а потом с подачи Климента Ворошилова в военно-химическую академию. После войны был еще и Менделеевский институт. Потом аспирантура в академии наук, диссертации, кандидатское и докторское профессорство. У нее есть серьезное мировое имя в химической науке. Она в начале 60-х годов угадала расцвет органической химии, представление о химии полимеров, но и создает направление в науке, которое разрабатывает синтетические полиамиды. Ну, собственно, сейчас, может быть, ничего удивительного нет. Вся наша жизнь окружена синтетическими материалами. А тогда, в 60-е годы, обладатель плаща Болония или немнущейся нейлоновой рубашки вообще считался королем. А уж милые дамы, которые приступом брали прилавки с нейлоновыми чулками, дорогого стоят. Ну, это все, конечно, в прошлом. Это все пройденный этап. Но без работы Татьяны Михайловны вряд ли наши химики бы сделали такой мощный шаг вперед. То, чем занималась лаборатория, которую в течение многих лет возглавляла Татьяна Фрунзе называлась так «Химия высокомолекулярных соединений». Но мы рассказывать об этом в нашем фильме не будем. Об этом неспециалисту рассуждать сложно. Одно можно сказать точно. Все коллеги Татьяны Михайловны и ее многочисленные ученики сегодня, когда она уже давно на пенсии, вспоминают ее только с теплом и благодарностью. В то время лаборатория была очень хорошей атмосферой. В этом немалая заслуга Татьяны Михайловны Фрунзе. Личность светлая, она вызывала любовь и уважение не только сотрудников нашей лаборатории, но и сотрудников всего института. Человек умный, интеллигентный в высшей степени, доброжелательный, с очень большим вкусом. Она была образцом для нас как ученые и как женщина. Друзей у нее было море, потому что была такая женщина, которая, ну, просто обаятельная женщина. Я знаю прекрасно, что вот наш академик и директор, ректор института Несмиянов, основатель нашего института, он просто был, ну, можно сказать, влюблен Татьяну Михайловну Фрунзе. Он очень бережно к ней относился. На пенсию Татьяна Фрунзе ушла по возрасту. Но и не только. Стал сильно прихварывать муж, Анатолий Павлов, и она решила, что семья для нее важнее, чем наука. К тому времени Анатолий Георгиевич стал сильно прихварывать, и тоже по возрасту ушел в отставку. У него были первые годы отставки довольно-таки тягостные для человека, который очень много работал, и вдруг оказаться свободным. Но потом он быстро нашел себя. Не потерялась и сама Татьяна Михайловна. Любимые внуки и правнуки, любимые цветы на даче, любимый спорт. Татьяна Фрунзе увлекается теннисом и может до глубокой ночи смотреть по телевизору интересные для нее соревнования. Помимо тенниса ее интересует футбол. Она читает спортивные газеты и знает по именам всех наших теннисистов и футболистов. В последние годы, я бы сказала, это некое спасение. Потому что, когда не стала отца, я бы сказала, что это увлечение стало просто отдушиной. А вообще, что могу сказать про маму, она очень гармоничная. Вот в каждом своем возрасте она очень гармоничная. Она была очень красивая в молодости, и она красивая сейчас. Она очень доброжелательна к людям. Очень. И при, в общем-то, ее не очень общительном характере все к ней очень хорошо относятся. Совсем недавно жизнь уготовила Татьяне Михайловне Фрунзе новый удар. Наш фильм еще не был готов, когда пришло известие. Умер Тимур Анатольевич Фрунзе. Тот самый первенец Татьяны Фрунзе и Анатолия Павлова, которого они назвали в честь героически погибшего дяди. Каково это? В восемьдесят восемь лет потерять сына? Каково в двадцать один год лишиться единственного и горячо любимого брата? Каково в пять лет остаться круглой сиротой, пережив смерть сначала отца, а год спустя матери? Страшно представить не то, что пережить. И тем не менее Татьяне Фрунзе удалось сохранить не только веру в человеческую доброту, любопытство настоящего ученого, но и любовь к жизни, какой бы сложной она ни была. Татьяне Фрунзе